Во вторник чучел у лидера КНДР в очередной раз здорово досталось от южнокорейских активистов. В Сеуле состоялась акция протеста против угроз, прозвучавших накануне со стороны северного соседа. В демонстрацию участвует около 150 человек. «Северная Корея заявила, что превратит Сеул в море пламени, даже несмотря на то, что столица – одна из важнейших территорий для национальной безопасности Южной Кореи. Поэтому мы, группа патриотов, сейчас здесь, чтобы решительно осудить провокационные заявления Ким Ченуна». Днём ранее, 24 апреля, КНДР пригрозило правительству южнокорейского президента Ли Мён Бака некими особыми мерами. Пхеньян усилил свою антисеульскую кампанию после града критики, посыпавшегося на Ким Ченуна в результате запуска ракеты, который, впрочем, закончился неудачей. КНДР продолжает утверждать, что ракета должна была доставить на орбиту метеорологический спутник в честь столетия со дня рождения вождя. Между тем, другие страны уверены, что это была очередной попыткой испытания баллистической ракеты. Тем временем, пока в столице протестуют, ближе к границе северокорейским братьям шлют гуманитарную помощь с антипхеньянскими листовками. Для местных правозащитников, беженцев из КНДР и других активистов запускать в сторону Северной Кореи такие воздушные шары с прикреплёнными к ним порциями шоколадного пирога стало уже своего рода традицией. Сегодня к соседям отправляют в общей сложности 150 килограммов бисквита и 3000 листовок. Активисты говорят, что их главная цель – привлечь внимание к элементарным проблемам нехватки продуктов питания и нарушениям прав человека в КНДР. «Все хотят сосредоточиться на вопросе ядерной безопасности. Ким Ченун хочет, чтобы мы сосредоточились на ядерном вопросе, поскольку их настоящая хиллесовая пята. Их слабое место – это проблема прав человека. Все наши действия нацелены на выделение этого вопроса. Ситуация с правами человека в КНДР очень тяжёлая. Мы хотим дать им знать, что мы боремся за их основополагающие права и их свободу». Северная Корея, по всей видимости, переживает продовольственный кризис. Его стимулирует отсутствие рациональной системы распределения продуктов внутри страны, рост мировых цен на сырьевые продукты, а также международные санкции против Пхеньяна.